здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас наконец-таки приехала компания fisto в лице представителя максима которая занимается давно продажи на юге инструментов и стул и я думаю что у вас есть много вопросов к нашему представителю и максима было бы наверное неплохо на них ответить будет ли гибкая направляющий шина на погружную пилу оля мафил очень хотелось бы не знаю значит будет или нет сомнительное применение этой шины на самом деле гибкая как я понимаю на больше для транспортировки то есть ты полукругом до что-то можно мне это идея не в этом она сматывается типа круга вот это это удобно при перевозке этой шины в контейнере но с точки зрения работы непосредственно материале она распрямляется и из польких обычная шина и все ну а наших таких идеях я не не было да в общем с веслом не работал не мой бюджет но слышал много хорошего от автомаляров пылесоса шлифмашины и столярный шлифмашин так вот вопрос не планируется ли бюджетно на профессионал линейка инструмента по цене плюс минус но мне нужен фрезер обитая нужен этим обсуждали я думаю что не планируется бюджетная линейка цены будут примерно этом же уровне но и качество будет тоже на этом же высоком уровне если будет повышаться что-то то только качество и немножко цена у последнего реноватора бечёш на 18-вольтового антиибрационной системы более совершенная чем у файн спрашивает пользователь точно такая же как на по где он у нас кстати да вот он получается вот в этом ящичке стоит обратить внимание что там идет запатентованная файном технология виброгашение ни у одного профессионального производителя кроме файна фестула этой технологии нет если вы работаете на монтаже очень часто и много рекомендую к приобретении именно вот этот аппарат потому что допустим того же боша цена может быть чуть-чуть там до меньше но при работе это вибрация у вас она в руках останется это при длительной эксплуатации очень комфортно да это может делается в кооперации с компанией файн действительно и там точно такая же система гашения вибрации но кроме этого добавлен наша она же сверху давай просто до двух словах покажем машинка оснащена система гашения вибрации я не знаю насколько видео передаст от себя мы добавили систему крепления оснастки плюс у нашего снастки для комфортного погружения полотна режущего специальное приспособление да есть и за в том месте где-то необходимо да и аккумулятор 18 вольт от компании фесту которая адаптирована со всей нашей системы в этом идея все но именно рационально использовать его как раз ски с маленьким с 3 амперным аккумулятором она достаточно компактно и удобно получается если пятерочку поставить будет не тот баланс и не совсем рядом она поставляется с компакт с аккумулятором 3 1 хоккей чем российский рынок отличается от американской и европейской интересно было бы узнать различия мы с ним разговаривали про каркас на счетовое домостроение отличается в любой рынок естественно разные технологии популярны у мастеров не вот в любом случае то есть там взять сша например там понятно что много каркасных зданий там большой рынок малярный в этом плане то есть эти здания нужно периодически чистить старую краску чистить дерево которая испортилась меня это новое красит заново то есть вот там эта большая шлифовальная тематика больше развита да да именно вот в таком применении в россии такого применения практически не будет вот но у нас зато много кирпичных зданий там другие особенности так сложно в целом говорить рынок отличается значительно конечно ну как я уже сказал это бетонная тематика больше в россии у нас 100 бетона как грязи тематика дерево больше в америке и европа так вот она успела и там и там посидеть ну с точки зрения инструмента отличается вольтаж у нас эти 220 сша 110 технически может немного двигатель отличаться или там набор электроники именно для северной америки именно под их законодательство это возможно к в офис тул считают своим главным конкурентом ну я не хотел бы говорить о других компаниях все-таки но тогда они говорят немножко не корректи политкорректно да и с точки зрения инструмента пусть от интерскол отдыхает до сегодня спокойно я думаю более правильно отдельные модели сравнивать другими моделями других производителей вот это более правильно знаешь ты заметил в интерсколе по ее серии зелеными кнопочками такая прям похоже на ваш огонь кстати кто хотел перфораторы аля фистул вот покупать интерскол ские там эти дешманский ладно так пылесосов и стул допустим фистул cm36e а с hd это вот не только другой него очень похоже по самому исполнению такие как bosch газ 35 керхер нт-30 по заявленным характеристикам bosch и керхер выигрывает у фистул расход воздуха у первых 74 литров у фистул 65 разряжение bosch и керхер 254 м бар против 240 я почему знаю что bosch и керхер это вообще один производитель по сути они же ему производят то так в 3 во всех трех есть автоматическая чистка фильтра также все три могут быть классом lm h поверхность фильтра почти идентичный около 6000 сантиметров квадратных не учитывая дизайн и исполнение расскажите пожалуйста чем фистул таки будет лучше чем конкуренты ну или все-таки лучше из пылесосов будет star mix там такой-то плюс поверхность фильтров 8600 при выборе пылесоса стоит обратить внимание на эти характеристики или фистул такие пылесосы так же такие все-таки пылесосы лучше также интересует вопрос пылесосов и 100 производится на собственном заводе или заказывается вот например у керхер спасибо долгий вопрос касается производства пылесосов у нас наш собственный завод в германии находится город и тилерсен там находится наш завтра производит для нас завод называется clean tech на каждом нашем пылесосе вы увидите слова clean tech да наш завод вот мы производим именно для себя то что касается характеристик не всегда корректно сравнить каталожные данные потому что они не всегда могут но это кстати истине если говорить о больше там крутящий момент 50 метонов на метр по факту 3040 если про шуруповерта воткнул 2 2 копейки вот то что касается в целом сравнения тут надо сравнить большее количество параметров сравниваете совместимость например все с тренерами сравниваете качество исполнения шлангов антистатик и антистатик какие там там есть интересно у них вот в тех пылесосах антистатичные системы или нет вот то есть здесь гораздо больше параметров для ставлю туз в этом пылесосе которому сейчас ну вот дедушка ци 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 можно поставить блютуз передал как удар до его на проапгрейдить скажем так я знаю что на бошевский точно не поставишь кроме этого опять таки не забываем что про каждый инструмент можем добавлять такую опцию как сервис кресту да он тоже добавляет ценности этому товару но самое главное что фесту производит свои пылесосы самостоятельно а вот больше керхер это чтобы вы знали это все производится заводе керхер то есть больше принципе заказывать пылесос как себя чувствует инструмент при наших минусовых температурах какая может быть профилактика ну конечно все сильно зависит того насколько эти минусовые температуры не совсем понимаю конечно откуда вопрос из города сочи из города верхоянск точно не значит работает нормально как и обычный электроинструмент это скорее актуальный вопрос случае использования аккумуляторного электроинструмента данная рабочая аккумуляторы на на холоде они работают но разряд происходит быстрее то что касается технология по слову что касается заряда аккумуляторов естественно они заряжаются при плюсовой температуре когда сами аккумуляторы плюсовой температуры если них водились хранились на холоде мы их заносим в тепло они отогреваются путь это можем заряжать но я не знаю вряд ли какими-то торцовочным пилами буду на холоде или лобзиками в минусовую температуру быть хотя всякое может быть наверное но там характеристике не меняется на мой взгляд примерно так же будет работать как и другой электроинструмент у меня довольно кривоватые руки а качественный инструмент здоровски компенсирует этот недостаток планируется ли расширение линейки аккумуляторного инструмента это мы уже расширение линейки регулярно происходит вот ближайший аккумулятор инструмент который готовится к выпуску это импульсный шурповер домино аккумуляторный будет во возримом будущем нет если в планах выпуск бесчёточного сетевого инструмента покупать я его естественно не буду но интересно почему только аккумуляторный стран приводит на без коллекторные рельсы ответ такой то что дам это наиболее целесообразно экономически оправданно ну опять же есть бесчет бесчет сетевой то это скорее как исключение лобзик должна 2015 году была акция на аккумуляторный инструмент фистул планируется ли что-то подобное в будущем но если будет переход на новую линейку аккумуляторов на больше емкости аккумулятора сейчас же в принципе идет акция на аккумулятор на всегда весной было сейчас до середины декабря акция есть подарок шуруповертом к перфоратором дрелям пицца 1 до коммулятор емкости 5 и 2 с блюзом тема r stream охлаждением bluetooth да то есть купил термокружку от компании фистул на фирменной упаковке написано сделано в китае была мечта купить шуруповерт на теперь сомневаюсь что делать шуруповерт сделан германии не сомневайтесь да как в целом у компании фистул обстоят дела с продажами в россии устраивает ли компании объем продаваемые инструменты не секрет что экономическая ситуация в россии не самое лучшее поэтому интересно узнать интересен ли вообще в целом российский рынок для компании фистул с уважением рынок интересно спасибо за вопрос как вам сказать всегда хочется продавать больше продажи хорошие но всегда хоть он не указал продавец продажи были больше мы над этим работаем рынок интересен да и видит ли фистул себя в ассортимент и место 12 вольтовой линейки инструмента сейчас есть возможность сделать достаточно мощный то же время компактный аккумулятор на банках 21700 что планирует делать фистул в связи с этим хотелось бы видеть хотя бы основные инструменты на аккумуляторе 8 12 вольт шуруповерт импакт лобзик осцеллирующий резак перфоратор фонарь пылесос будет ли технология применим на вода в адаптер сетевой а у вас есть технологии сетевой адаптер дачу ты первый раз бы нас уже фистул отца 220 дробь 18 в эрго распространена на аккумулятор на типа размера 18 вольт чтобы например пилить или резать уши м как от аккумулятора так и от сети будет ли фистул двигаться в сторону гибридных аккумуляторных сетевых инструментов или данный адаптер чисто локальный конкретный случай не будет иметь продолжение спасибо за вопрос я должен поставить есть такой адаптер действительно аккумуляторный шлейфмашинки можно место аккумулятора поставить адаптер вот указанный и используешь от сети это тот у которой специфическая посадка да там там получается свой аккумулятор он используется только в этих аккумуляторных шлейфмашинка насколько эта технология дальше на ее применение на вполне возможно найдет мы показали что она у нас есть но мы владеем этой технологии а дальше надо экономически считать насколько это целесообразно любой инструмент выпускается он должен оправдывать до разработки на на ю тубе есть ваш канал фистон но он на языке производителя почему бы не сделать его аналог на русском языке но сейчас фистул тв многие ролики на русский уже переведены они доступны пожалуйста к просмотру а где можно увидеть на нашем канале в ю тубе на канале и на сайте на сайте тоже должно быть ссылку так поехали дальше будут ли демо салоны в россии чтобы показать преимущество вашего инструмента так как думаю люди и покупатели ваши стоит после демонстрации а так люди покупают ваш инструмент после демонстрации главное после собственной практики на нем демо залы есть есть демо зал в краснодаре есть демо зал петербург есть демо зал центральном офисе в городе ногинске и также мы участвуем в ряде выставок на будущий год планируется участие выставки юмец 2020 так что может туда прийти по возможности или если это какой-то удаленный город ну связь с ближайшим дилером мы определим таким образом или же опять же обращайтесь через фестовский горячую линию пожалуйста звоните да мы договоримся конечно если качестве разницы если разница в качестве инструмента изготовлена для других стран и когда уже николай из папа карло поедет и посмотрит и покажет нам как это все на самом деле инструмент делается на таких же заводах что для россии что для любой страны разницы в качестве нет никто специальный инструмент хуже или лучше не делает для россии он такой же по качеству как и для германии про папу карл когда поэт и проверить посмотрим но это вопрос будущего ладно мы только начали на самом деле сотрудничать свисту и я думаю что все может может быть все может быть вопрос такой доколе и все просто ну наверно еще долго знаю инструмент немецкий от произ и производителя только в европе в китаях и тайване заводов нет поэтому и цена такая за это фестул уважаю вопрос какие новые линейки инструменты расходников планируется выпускать фестул в самом начале развития компании производства каких инструментов дала рост компании сложно про историю компании говорить все таки это очень большая обширная тема и я не настолько хорошо владею информацией то что касается анонсов это вот ближайшие обновления системеров то что будет а расходка что-то интересное все новинки они по факту уже известны когда выходят на рынок по сути то есть сильно заранее коллеги наши немецкие стараются то есть можно сказать что мы узнаем так же как и вы примерно в одно и то же время но это такая корпоративная этика во многих компаниях просто эти инсайды как право они распространяют во-первых для того чтобы конкуренты не подглядывали до скважину во вторых чтобы не несли ненужную информацию как только новинки выходят мы стараемся максимально информацию предоставлять и в живой не нас появляются пожалуйста в демо залах у партнеров мы проводим демонстрации этих новинок в моем понимании покупаешь такой инструменту и ремонт должен быть быстрым они ждать месяцами когда будут развиты сервиса так мы но там т т т т другие бренды не нам назвать но то что касается сервиса по нашим стандартам ремонт делается в течение 48 часов с момента поступления инструмента сервис сервисный центр отправка достаточно быстро происходит из многих регионов вводят самолетами но быстрее пока невозможно телепортацию вот тут как бы да таком и даже если вы его в принципе у вас сервис это был бы где-нибудь может быть там в городе да не факт что они бы быстрее отремонтировали потому что рейте не быстрее потому что они чем лабора да вряд ли были а если в центральной сервис попадают да вот видите здесь за 48 часов мастера вам окажут помощь вашему инструменту но тоже логика есть фистолка компания выпускающий долговечный долговечный надежный инструмент насколько долго поддержит продукты в плане запасных частей батареи расходников и документации каковы шансы например отремонтировать инструмент 10-15 летней давности как минимум обещаем 10 лет поддерживать запчасти на инструмент сняты с прайдом вначале который не снят с производства все комплектующие доступны на популярная модель я думаю что запчасти будет и 20-30 лет без проблем работа с компанией фесты и продукциями их очень нравится но почему фесту так мало представлен на российском рынке посмотрите потрогать инструмент достаточно проблематично почему бы не сделать экспо тренер как у феста и не приехать по всей россии наглядно демонстрации оборудование чтобы люди могли вживую увидеть и понять чему оборудование почему оборудование столько стоит да то есть выездные мероприятия мы проводим до страна действительно большая пожалуйста есть горячая линия есть сайт приглашайте к вам в город будем рассматривать идеи посещения ну опять же да я тоже согласен что реально вот с пользователем который вид что пока не потрогаешь не увидишь эти преимущества вправе ты не будешь по моему стараются встречаться действительно чтобы люди могли вживую оценить и преимущества почему компания фесту нет рекламе но все хотят этот инструмент вы что не можете позволить себе отдел рекламщиков но если все хотят вопрос тогда зачем нужна реклама зачем нам тратить логично да так как компания фесту пришла к тому что выпускает только дорогой высококачественный инструмент не стремится удешевить продукцию путем размещения производства в китае как это делает большинство производителей или высокая стоимость создано искусственно вряд ли да нет ничего искусственного нет это наш сегмент мы сделали осознанно выбор что работаем в этом сегменте это премиум сервис действительно премиум инструмент профессиональный премиум да да мы на этом стоим это наша философия скажем по и шикарный вопрос в икеа раньше продавали шуруповерты для одноразовой сборки в цветах фестул за 400 рублей плюс бита почему фестул перестал сотрудничать с икеи мы с ними сотрудничали можно ли использовать перфората бэш-ц18 или тот же шуруповерт вообще давай этот вопрос ответим мне понравился за киев но такой это шутка понимает можно ли свой перфоратор бэш-ц18 или тот же шуруповерт и 18 настройки установление светильников монтажа клипс и в общем очень пыльной работе или все же он больше подходит для монтажа кухонь или подобных более легких работ весь инструмент он тестируется на заводе в пулевой камере и он предназначен для работы в запаленных помещениях томасли и настройки в том числе и настройки но как основной инструмент лучше все таки рассматриваем понимаем что перфоратор наш это аккумуляторный перфоратор вспомогательный это инструмент монтажный он предназначен именно для бурения там под анкера дюбеля диаметром до крепить что туда там максимально 18 миллиметров 18 уже предел ну короче короткой по бетону лучше не пользоваться и должна пользоваться 8 10 миллиметров отверстие вопрос купил через интернет-магазин по ошибке диск пантер для очка си судя по его описанию он отличается от того же диска для tc55 только меньше толщиной зуба 18 против 2 и 2 при этом на самом диске выгравлен перечеркнутый крест накрест значок с надписью тс-55 тс-55 что означает вероятно что использовать этого диска с тс-55 запрещено да это диск предназначен именно для пилы хака или что будет если его поставить или он не зафиксируется расклинивающий нож который стоял на толстый 5 пиле он не будет функционировать это небезопасно ну да он же получается не влезет очень достойная надежная фирма по производству профинструмента сквозной инжиниринг все продумано до мелочей диванные генералы могут дискутировать и доказывать но есть фистул мафель файн и все остальные производители а что такое сквозной инженер идея такая что продумывается не только отдельное изделие но и продумается совместимость с другими изделиями компании насколько системы системный подход взаимозаменяемые аккумуляторы какая-то оснастка машины универсальной используя под пилы под фрезера ну так к примеру системный подход совершенно верно расскажите про целевую аудиторию для своего инструмента желательно подробно типа портрет типичного покупателя что конкретно изготавливать или какого уровня заказы выполнять сколько зарабатывать сколько тратит на инструмент расходку одиночка или бригада гараж подвал цех завод фирма управления и по и так далее также интересно все то же самое для запада азии восточной европы и для каждого города в целом в целом портрет именно вот чтобы кратко да не будем два часа для запрос на три целевые клиентские группы первое это дерево работа столярка акриловый камень вторая группа это же такие мастера которые как бы немножко краснодеревщики даже так сказать ну дася по дереву то работает но это может быть лдсп без проблем и мдф конечно там фасады крашеные все призна много ребят которые устанавливать двери ли туса установка кухонь и даже монтаж натяжных потолков пожалуйста монтаж перфоратор например такое что это такой же сказать это однако целевая аудитория вторая группа клиентов это ребята занимается отделкой гипсокартон шпаклевки вот это их материалы и третья клиентская группа большая это автомалеры это основной ну ладно потому что на самом деле можно диапазон большой просто краткий ответ на очень большой объем на черную пятницу скидки будут но производитель не устанавливает скидки это все воля партнера да то есть не при заходите на наш сайт и посмотрите там может быть скорее всего да будут будет ли в россии сервис по оборудованию автомобили системы транспортировки бот это точно не ваша тема мы делаем сейнеры а то что касается самой системы бот мы ее не изготавливаем надеюсь что будет представлена сейнеры будут в полной мере использовать свое преимущество а когда появится агц-18 на x-log я вам вам такой вопрос задавал не знаю появится когда x-log будет в каждом ларьке продаваться и когда забудут все про систему посадки обычную классическую 22 тогда все перейдут на x-log не переживайте куда делась делись м мфт дробь 3-вл куда делись мфт 3-вл сейчас точно не могу вспомнить возможно снято с производства постоянно забиваются металлическими опилки магните кнопки на дрц в результате шалит реверс приходится разбирать и почищать постоянно можно ли что-нибудь придумать для решения этой проблемы это действительно встречается верно я знаю что иногда модернизируют пластинку этого реверса вот но то такой технический вопрос принципе я думаю что клиент отдельно может связаться вот я объясню там частности есть небольшой дать у них можно решить вопроса так расширить и своих планов россии планируется ли расширить линейку аккумуляторный инструмент а кб типа 56 вольт или 40 вольт чтобы пока таких планов нет сейчас основная линейка 18 вольт стараемся максимально ее развивать там где-то возможно используем два аккумулятора получаем 36 вольт почему фистул нет в большинстве крупных торговых сетей вот я пришел в магазин хочу сравнить характеристики цены и удобства пользы вот bosch вот макета метабо да вот вот куча китайского говна а где фистул как я сравню зачем мне переться к официальном мире у него кроме фистула ничего нет а все позже сравнение уже ли такая серьезная компания боится открыт открытой конкуренции если вам принципиально выбрать сравнив но найти дилера который занимается фистул другим у нас магазине можно зайти потрогать и макета bosch и доволт и фистул и сравнить если надо мы вам дадим возможность немножечко даже посадить порезать и поделать небольшие легкие работы поэтому вы просто не в те магазины приходит в нормальных хороших магазин в сетях где продается дешманское говно это есть сетях это этого искать премиум сегмента не стоит добрый день монтирую систему отопления водоснабжения инструмента очень много и упакован он не системно приходится на объект заходить несколько раз от 3 до 6 заходов возник вопрос о приобретении системы хранения выбирая между макпак и фистул плюс сов нашел немного больше у фистула чем у макиты последний нюанс который смущает светлый расскажите пожалуйста об уходе за системе раме насколько хорошо не чистится как-то специфика работы такова что на объекта всегда пыльной и руки тоже не особо чистая может такое-то средство для ухода фистулы есть нет средства для ухода никого особого нет системе рэса временем конечно немного теряют внешний вид некоторые старые системы на заднем пони можете видеть им уже кому-то каким-то по 7 по 8 лет они немного желтеют от времени ничего страшного не при этом сохраняют свою функциональность и с точки зрения хранения с точки зрения транспортировки какие-то мелкие царапины или там следы от обуви могут оставаться например ну у меня очень много реально есть ребят которые клиенты работали на на самом деле они собирали разные системы хранения том числе и макпаков скую макитов скую систему да и они потом потихонечку все равно перешли на систему хранения фистул скую я не у нас этих ящики закупать потому что она естественно более широкая здесь много всяких органайзер мини тележки более удобные более удобные приспособления поэтому я считаю что конечно фистул немного дороже да но он более функциональным для тех людей кто хочет именно в любом случае это все можно попробовать перед покупкой пожалуйста да и не забывайте что макпак тоже делает фистул вот так далековато почему у них такой инструмент офигительный сам не имею но имел удовольствие работать никаких зазоров на корпусе ничего не скрипит люфт минимальный даже бош не может таким качеством похвастаться сейчас даже бош почему хороший инструмент да я думаю тут отвечать но мы стараемся потому что но во всяком случае потому что контроль качества в германии в европе на самом деле он намного выше и удивляться этому в принципе не зато на качество поэтому поэтому такой почему бы не сделать выставочный зал у дилеров уед я с иркутска все приходит заказ ничего нельзя пощупать перед покупкой но это можно по суть походит по ходу пьесы обсуждали в иркутск то вряд ли кто-то поедет пришлось пришлось специально в новосибирске ехать за 2000 чтобы купить кромочник к 65 на самом деле и в иркутске можно посмотреть и новосибирске можно посмотреть периодически коллеги там бывают действительно в этих городах новосибирск я лично бываю в иркутске бывает мой коллега вот если есть желание что-то посмотреть контакты на сайте есть горячая линия пожалуйста звоните горячая линия на сайт заходите узнать позвоните напишите каким образом когда в каком вашем городе может быть будет проходить демонстрации или какие-то мероприятия столярные обычно всегда компанию фесту на столярные мероприятия где какие-то станки обязательно ее приглашать потому что где профессионалы там всегда есть место для фестулов так будет ли фестул своя сабельная пила ну я думаю что нет в обозримом будущем мини отрезная машина вроде бошевской болгарки 1286 и такая маленькая на 76 диск думаю что нет ну вот у нас получаются все вопросы которые я сразу скажу мы большинство вопросов почему так дорого это такая еще папка мы их выкинули у нас осталось только то что по факту интересует пользователей ну тогда давай тогда какие-нибудь ништяшки нашим зрителям да я думаю что мы выберем два-три вопроса наиболее интересных и порадуем ребята пила торцов на как пекс не достанется никому а достается что у нас есть дайте дайте плюшки кинь сейчас посмотрим что у нас там заваляло с фильмами ручка фирменная термокружка термокружка все стул о отлично как раз будет три приза давай максим у нас тут есть вопрос который отмечен до пару вопросов на технических один самый ржачный данная сделано давайте вопрос про сотрудничестве гей ржачный вопрос по сотрудничестве кем мы подарим такую кепку вот такую фирменную сумку кепка крутая в себе такую тоже бы были с удовольствием надо было вопрос задавать вопросы были не очень интересны так ладно это мой вопрос про икея вот этот вопрос мы один подарочек сделать давай какой интересный вопрос который мы еще отметили это был у нас вот сколько стоит стоимость владения с труд вашим инструментом до максим отметил вопрос давать мы на него вот эту термокружку классную крутую его оценим по достоинству когда наконец чудо инженеры обновят фрезер по f1010 модели уже 15 лет я понимаю что people хавать но и фрезер неплохой но все перед но фигня деньги они берут современные за это хочется время современной технологии получать я согласен уже пора бабной обновить можно давать все я согласились сам себе этот вопрос задают так зачем вы потерли вопросы к фистул раша но этот наш наш товарищ вопрос задает потерли те вопросы которые неадекватные они к сожалению стираются извините когда ждать замену снято с производством системы cms и стоит ли ожидать вообще не могу пока ответить следите за информацией на сайте если будет обновление или будет замена то есть ли какая-то информация по дате выпуска системы выпуска шейпер какая ориентирующая стоимость что такое шейпер это как раз таки фрезер с экраном с чпу фрезер мы привели компанию шейпер tools фрезер называется origin по дате сложно говорить я думаю что не ранее чем через полтора два года производство каких моделей переехала в германию из германии в чехию точно делается дисковый фрезер pf1200 дуплекс шуруповерты pdc drc но может еще несколько моделей вот то что вспомнил почему люди которые никогда не работали фестулом всегда говорят что его не нужно покупать вот именно поэтому и говоря существует модели которые выпускаются с доисторических времен вроде как все это добро вполне покупается считает ли вашей компании что модернизация хорошо зарекомендовавшего себя инструмента не всегда необходимо или же некоторые изменения все же вносится отражаясь в названии девайса изменяем многие вносится не все изменения анонсируются зачастую даже не меняется название не меняется артикул технически обновляется внутри что-то клиенту не обязательно про это знать просто инструмент работает прекрасно и все часть инструмента да наверное стоило бы обновить но просто не не все возможно сделать одномоментно то есть выпускает новинки инструмент обновляется это занимает какое-то время процесс постоянно происходит развитие обновления да это это случается не все так быстро как бы нам хотелось все вопросы по стоимости по цене они не будут озвучиваться потому что ценообразование в разных странах в разных городах это все как бы ну нет и на образование но еще один лера зависит поэтому моей стороны некорректно будет обсуждать это логично в гарантии все включено из пункта при поломке инструмента его забирать сервис прямо с объекта и дают подмены на время ремонта по факту этого нет в помине сам а ты отвозишь и представители и никакой подмены насчет насчет подменный я честно говоря нигде на пункта не встречал такого пункта не существует если клиент найдет он покажет мне я буду рад то что касается забрать с объекта да это возможно через сайт заполняется последний вопрос я уже задавал этот вопрос присоединировать и стул они обещали подумать планируется ли подсветка на план x да есть лапы но есть и места где слаб 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 они целезообразно используют да только остается что самому кал ходить подсветку классический вопрос на самом деле на каждой мероприятии где мы встречаемся с заделочниками регулярно возникает ответ такой вот даже от немецких коллег что нет не планируется мы сторонники внешнего света считаем что так когда внешний цвет лучше понятно что действительно мы шлифуем и кроме на состоянии плюс если монтировать свет на план x это нарушит систему в том плане что не будет сниматься верхний чуточный сегмент мы не сможем его снимать и сможем подходить к потолку поэтому не совсем это идеальное решение пока не планируется как объяснить людям что не стоит перепиливать погружной пилой направляющую линейку ибо дорого что тут имеет ввиду человек но имеется ввиду что надо диск должен сбоку от направляющей проходить не нужно пилить алюминий нужно пилить только противоскольную ленту так объяснить но не знаю разные аргументы можно предложить в том числе и физическое воздействие давай тогда 3 3 кепку оставим мне ранее шучу кому давай кому отдадим скажи какой вопрос больше понравился последний из последних но может что-нибудь техническое взять где клиент действительно разбирать да ура я просто про подсветку не будем его оценят или у нас надоел это ну честно говоря это стандартный вопрос абсолютно этот вопрос выше как минимум хорошо тогда давай что-нибудь из того что у нас было уже задано может быть про сепаратор и экономина да давайте . хороший конкретный вопрос еще один наверно тогда приз уйдет потому что мы не нашли в инстаграме интересных вопросов решили отдать эту сумку и кепочку человеку который задал вопрос насколько рационально использовать сепаратор или так называемый циклон как многие называют его вместе с пылесосом для экономии мешков при шлифовании эта кепочка вам и и соответственно сумочка туда же ребят все те кто получили подарки пожалуйста свяжитесь с нами через youtube в комментариях и мы постараемся вам их передать и отправить транспортной компании спасибо большое что к нам приехала компания фестул ответила на наши вопросы вопросы были сегодня вежливые потому что компания к нам приехала первый раз а второй и третий раз мы будем их мучить колкими понимаете первый раз нельзя компанию фестул тут сильно зажимать потому что скажет и вам больше к вам не приедут посмотрим спасибо